Доброго времени суток, дорогие мои! Меня зовут Чекчурин Юрий, и мы с вами работаем уже несколько месяцев на тему фокусов языка. За это время изменился я, за это время изменились вы, и сегодня мы будем говорить про изменение размера фрейма. Один из приемов, один из фокусов языка, который действительно помогает взглянуть на ситуацию не то что под разными углами зрения, как это делает другой результат, а действительно меняя рамку рассмотрения ситуации. Позвольте я приведу вам пример, который позволит мне проиллюстрировать, что я имею ввиду. Действие этого примера, это историческое событие происходит 100 лет назад, в 1916 году, когда войска Юго-Западного фронта под командованием генерала Брусилова наступали на территории сегодняшней Украины, на войска Австрия-Венгрии. Прорвав фронт, кавалерийская дивизия генерала Каледина уходит в прорыв, в прорыв для того, чтобы захватить важные стратегические мосты на реке Стохот. Захватив эти мосты, она должна продержаться до того, когда подойдут пешком русская пехота, а ей идти три дня. Кавалерия прорвалась и захватила плацдармы, пехота продолжает идти. Но дело в том, что на захваченные плацдармы выходит австрийский пехотный корпус. Это три пехотные дивизии и превосходство в силах приблизительно 12 к 1. Генерал Брусилов пишет телеграмму, удерживать мосты, стоять, держаться. И генерал Каледин, командующий кавалерийской дивизии, отвечает, умрем, но врага не пропустим. Согласитесь, такое настроение у подчиненного, оно, конечно, весьма героично, но вместе с тем оно весьма фаталистично. Плюс ко всему вы прекрасно понимаете, что если ваш подчиненный говорит, умрем, но врага не пропустим, вы, может быть, уверены только в первом. Что же делать? И тогда генерал Брусилов, понимая, что нельзя говорить, нет, не умирайте, и тем самым мы всего лишь расхолодим героический порыв кавалерийской дивизии, и вместе с тем поддерживать это тоже нельзя, пишет удивительную телеграмму. Умирать приказываю медленно до вечера третьего дня. А непосредственно в самой формулировке уже содержится очень многое. Беречь время, беречь людей, беречь патроны, беречь все, что необходимо сберечь. И дивизия генерала Калядина удерживает плацдарма. Как ни странно говорить об этом, но генерал Брусилов в своей телеграмме как раз использовал фокус языка изменения размера фрейма. Умереть – это единичный пример, ну, единичный, разовый процесс. А вот, например, умирать – это уже процесс растянутый по времени. Рамка изменилась, и изменилось настроение. Что же такое изменение размера фрейма? Оно позволяет нам указать на то, что сегодняшние события являются частью больших событий. Событий прошлого или связаны с событиями будущего. То есть, иными словами, когда человек говорит, он уже использует определенную рамку. Он говорит про будущее. Ну, тогда мы можем сказать ему про прошлое. А помнишь? Или о настоящем? Знаете, может быть, вам знакома эта формулировка. Я все сделаю. Я все сделаю. Меня не интересует, что вы сделаете. Меня интересует, что вы сделали. То есть, иными словами, в данном случае рамка переносится с будущего на «я все успею», на «прошлое что-то успел». Точно так же мы можем сказать и другую рамку привести в пример. Ну, например, такую рамку, как один человек или же группа людей. Ну, то есть, иными словами, ты-то, конечно, прав. Но скажи, а каковы людям вокруг тебя от твоей правоты? Ну, то есть, иными словами, мы можем указать, что человек размышляет в определенной рамке. А эту рамку можно раздвинуть или сузить. Наша организация – это невыгодно. Организации – да. А лично вам. Обратите внимание, что здесь сужается рамка. В конце концов, мы можем говорить о рамке более широкой. Ну, например, мне вспоминается один случай собственного опыта, когда мой клиент, рассказывая о том, что он ничего не боится, и поэтому, собственно, готов умереть от рака легких. Что же здесь такого? Все мы смертны, поэтому курить не брошу. Начинает задумываться после моего вопроса. А как вы отнесетесь к тому, что курить начнет ваш сын, которому сейчас 3 года? Как вы к этому отнесетесь? Как вы отнесетесь к тому, что он может действительно заболеть раком легких? И вы знаете, вот эта перспектива, она оказывается для человека более значимым, чем перспектива личная. Ведь иногда задуматься о будущем своих детей является гораздо более важным, чем думать о том, что произойдет с тобой сейчас. Изменение размера фрейма – это фокус языка, который позволяет нам использовать разные рамки. И вы можете обратить внимание на мой жест. Этот жест, он как раз позволяет указать на то, что рамки могут быть разные. Собственно, он так и используется. Вот он, жест изменения размера фрейма. Мы как будто растягиваем гармошку. Что же бывает, если человек достаточно часто использует такой фокус языка, как изменение размера фрейма? Какие эмоции тогда у него образуются? Согласитесь, что это эмоции перехода от широкой рамки спокойствия к узкой рамке, концентрируя свои усилия. Тем не менее, спокойствие и вместе с тем некоторая эмоциональность тоже иногда может быть. Это умение планировать как стратегические задачи, так и узкие тактические. Это действительно позволяет человеку с самообладанием относиться к тому, что один день ничего не решает. Самое главное, что с нами будет на протяжении жизни. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что если человек часто использует этот фокус языка, то вполне естественно, это может быть и не очень хорошим. Потому что человек великолепно проводит день и великолепно проводит жизнь. Но вот, например, за весь год мы такого сказать не можем. То есть, есть разница между рамкой сегодняшнего дня, рамкой большой, и вот где-то вот здесь вот эта вот рамка иногда может отказать. И, соответственно, при этом человек может быть одновременно фаталистичным и вместе с тем авантюристичным в определенный момент. Вот такая вот интересная особенность этого фокуса языка, изменение размера фрейма. Давайте же посмотрим, каков алгоритм использования этого фокуса языка. Алгоритм, как вы можете понять, достаточно простой. Шаг первый – выслушать человека. Выслушать человека и на шаге втором выяснить основную рамку, которую человек использует. Это может быть прошлое время или настоящее, или будущее. Это может быть первая позиция самого человека. Ну, собственно, то, как человек воспринимает ситуацию и как он смотрится со стороны. Это может быть ассоциация и диссоциация. Это может быть, в конце концов, позиция человека или позиция его детей, например, в будущем. Или того, как он сам был маленьким в прошлом. Вот это вот второй шаг. На третьем шаге мы ищем иную рамку. Мы смещаем рамку и смотрим на ту рамку, которая нам полезнее. И, наконец, на четвертом шаге мы эту рамку проверяем. То есть мы проверяем, мы правильно поняли. То есть вы думаете о настоящем. И на пятом шаге мы начинаем говорить уже о прошлом или о будущем. И обязательно предлагаем решение, связанное с этим прошлым или будущим. И вместе с тем это позволяет нам действительно связать это решение с нами. Давайте проверим это на наших уже известных нам кейсах. Итак, первый пример, уже, я думаю, достаточно вам хорошо известный. Это пример, когда человек собирается уйти из вашего магазина или уйти от вас, мотивируя это тем, что он сначала хочет подумать или ознакомиться с другими магазинами. Ну, собственно, этот кейс так и называется потом. Итак, шаг первый. Мы выслушиваем человека. И на шаге втором мы начинаем выяснять, а, собственно, какие рамки человек использует. И тут выясняется, что это рамка будущего. Я хочу ознакомиться с другими магазинами. Это все в будущем. А потом, может быть, вернусь к вам. Это тоже будущее. И, может быть, это рамка неясной информации. Ну, то есть, я не очень понимаю, поэтому мне, собственно, вот я из этого исхожу. Давайте-ка посмотрим, какие же рамки могут нам пригодиться. Может быть, это рамка прошлого. Может быть, это рамка настоящего. Ну-ка, давайте проверим. Итак, вот вы, наверное, когда в наш магазин собирались, уже предполагали, чего вы хотите. Видите, мы смещаем рамку на прошлое, мы проверяем, пошел человек за этим или нет. И, может быть, вы тогда расскажете, что вам нужно, и я тогда могу вам помочь. А это уже рамка настоящего. Это как раз тот самый способ, каким образом мы используем этот фокус языка. И, конечно же, не забывайте жест. Вы, когда сюда обращались, или когда сюда собирались, вы же уже предполагали, что нужно. Но раз сюда пришли, давайте я вам расскажу. Может быть, чем-то помогу. Следующий кейс, он тоже хорошо и достаточно вам известен. Это кейс личностных затруднений, когда на основе как раз своего опыта человек один заявляет другому, что мы должны расстаться. Давайте посмотрим. Итак, шаг первый. Мы внимательно выслушиваем человека. И на основе как раз того, что мы выслушали, мы уже начинаем собирать информацию. Итак, что же это за информация? Какую же рамку использует человек? Рамка настоящего и будущего. Нам не о чем говорить. Это настоящее. Нам лучше расстаться. Это будущее. Рамка разового решения. То есть, обратите внимание, что здесь как раз разовое решение, точно так же, как в примере про генерала Брусилова. Расстаться – это значит раз и навсегда. И, наконец, это рамка поведения. То есть, иными словами, девушка, видимо, использует рамку поведения. Говорить – расстаться. То есть, это разговор о поведении. Давайте посмотрим, какие рамки могут нам пригодиться еще. Ну, а если, например, это будет рамка прошлого. Если это будет рамка характера, а вовсе не рамка поведения. И, наконец, если это будет рамка медленного поступательного развития вместо одноразовых акций. Тогда наша фраза должна звучать примерно так. Но только помните, что эта фраза должна быть в рапорте. То есть, иными словами, будьте серьезнее. Говорите с человеком на его языке. Старайтесь действительно попасть с ним в один ритм. Когда мы только начали встречаться, уже тогда можно было бы понять, как нам таким разным будет непросто. Видите? Здесь мы сместили рамку на прошлое. И на характер. Как нам будет непросто. Таким разным. Заметили? И если в ответ девушка или мужчина, может быть, действительно несколько расширит глаза, показывая тем самым, что он готов прислушаться, или он вспоминает, как раз в этот момент вы можете продолжить. Но это и есть очередная проверка того, как мы сильно с тобой любим друг друга, чтобы искать общий язык день за днем, час за часом, год за годом. Вот видите, как интересно может быть проходить разговор, если вы действительно начинаете использовать разные рамки. И, наконец, еще один кейс, тоже вам известный кейс, когда человек не может на что-то решиться, потому что слишком долго решается. Слишком долго. Ну-ка, давайте посмотрим, что же говорит человек. Как говорят он простые слова. Я много думал об открытии своего бизнеса, а вдруг это не мое. Здесь рамка прошлого и рамка размышлений. Ну-ка, давайте посмотрим, какие рамки можем мы использовать. Рамка будущего? Рамка действий? Давайте проверим. Скажи, а сколько еще времени ты намерен готовиться к делу? Ты, конечно же, будешь бизнесменом. Но когда? Через 10 лет? Через 20? Ведь ты можешь начать прямо сейчас. И моя вам рекомендация. Прямо сейчас, дорогие мои, начните отслеживать, в каких рамках говорят с вами люди. Используют ли они рамку своего прошлого опыта? Используют ли они рамку планов на будущее? Используют ли они рамку настоящего? И что будет, если осторожно сдвинуть рамку? Ну, например, ты помнишь, как это было? Да, помню. Конечно, помню. И это продолжается прямо сейчас. Или же, да, конечно, помню. Это позволит нам в будущем. Может быть, человек использует рамку я. Может быть, он использует рамку мы. Может, он использует действия. И тогда мы можем сместить это на иную рамку. Изменение размера фрейма или изменение рамки. Вот это наша сегодняшняя задача. Это наше сегодняшнее упражнение. И помните, домашние задания помогают. Действительно помогают и вам, и вашей успешности, и эффективности. Спасибо большое. С вами был Юрий Чекчурин. И хочу напомнить, что мы сегодня с вами занимались изменением размера фрейма. Мы с вами разобрали и непосредственно механизм изменения размера фрейма, и эмоциональные и ментальные особенности, которые возникают, если использовать этот фокус языка, и теневые стороны, что бывает, если часто использовать этот фокус языка и изменение размера фрейма. Мы с вами разобрались с жестом. Этот жест достаточно прост. Мы с вами, дорогие мои, разобрали алгоритм, состоящий из пяти шагов, и проверили на трех кейсах. Ну, а раз уж мы с вами это сделали, то это значит, мы уже действительно можем использовать для того, чтобы быть успешными не только в фокусах языка, но и во всей нашей жизни. Спасибо за внимание. И домашнее задание. Прямо сейчас.